Всем привет, салаяни! С вами Максимилиан Джонс, и сегодня мы с вами отправимся следовать в мир игры Богатырь. Но прежде чем мы начнем, я хочу вам показать, чем должен обладать каждый богатырь в своем роде. Каждый богатырь должен обладать возможностью употребить глициногенные грибы и общаться с котами, собаками, колодцами и деревьями. Также в игре будет 15 квестов, 15 результатных диалогов и, видимо, какая-то необычная концовка, на которую будут влиять именно ответы в этих диалогах. В общем, выглядит прикольно, звучит тоже прикольно, а вот как будет выглядеть на самом деле, сейчас мы с вами и узнаем. С древних времен воинство России вело бесконечную войну с кочевниками Юга. Последняя война на границах Южного княжества далась... А, длилась 10 лет назад. Отвратительный шрифт, конечно. Бок о бок с князем Всеволодом Богатырь сражался с кубическими, что после всех лишений невзгод пришло время возвращаться домой. Всеволод и его дружина направились на север, чтобы обнять своих жен и возмужавших сынов. Но Богатырь не ожидает, что на его землю за время войн пришла страшная беда. Богатырь! Что-то карать-то. Ну там же графон нормальный должен был быть. Вот, да, все. Нормально. Сразу мне можно мухомор съесть свинью и грибочки. Да. Богатырь, конечно, из нас так себе. Ладно, не будем придираться. Путеводный, а путевой камень осмотреть. Путевой камень. Вы видите камень с древними рунами. Кажется, эти роны были оставлены для, а для вас, разработчиками этой игры. Есть горячие клавиши на интервью снаряжения, взаимодействие и сохранение. Ну, в принципе, стандартное управление, кроме как журнал открывается на букву Q. Чтобы сохраниться, подойдите к православному кресту и нажмите левую кнопку мыши. Богатырь помолится, и это сохранит игровой процесс. Молитесь почаще. О, добрее. Используйте спецатаки с помощью цифр. Понял. Ну, в принципе, все. Наверное, можно уйти. Квестовое окно. Деревня Жменьки. Дойдите до родного села Жменьки. Узнайте, что случилось с дружиной. О, крест. Надо сохраниться. Готово. Купец, поговорить. Не толкнуть, а поговорить. Можешь поговорить с ним? Хватит его толкать. Он и так, по-моему, охеревает вообще от происходящего. Здравствуйте, купец. А, он разговаривает сам с собой. Ну, по его виду, в принципе, и видно. Треклятый мул. Уградил же его унести в эти канавы. Что-то на меня уставился, животное. Сейчас, как найду кнут. Не понял. Это ты мне? Что за... А, прости, не приметил тебя. Но если тебе не нравятся такие обращения, то к тебе кто будешь? Ты что, вообще, что ли, дурак? Богатырь, я вернулся с войны. И лучше не зли меня. Мне без суть не приметило. Глянь, какой здоровый. Да еще и предоспехи. Ты не подумай, болтать люблю просто. Проблем не хотел. Особенно с бугаем таким. Ладно. Может, предложим сразу ему подчинить? Нет, ты просто решил мне засрать диалог. Я понял. Ну, на нет и, как говорится, суда нет. Не знаю, что происходит. Дай мне откуда узнать. Я тут проезд. Местный, темный. Я слышал, местный тут овец пользуют. Ха-ха. Не одобряю. Хотя, вроде как, и не осуждаю. Или осуждаю? Че? 21 век. Я уже не знаю, что осуждать. А что одобрять? Так, не знаю, что может везти. Тут недалеко есть большое село свер... Окей. Я уже читал этот диалог. Давайте быстро скипнем. Что за черт? Такие-то тощие длиннорукие упыри. Недалеко в поле пара гуляют. Никогда таких не видел. Говоришь, местные, дикие. Так это, походу, какие-то эти и правда упыри. Валяй. Так, ну, понятно. Бойнов-то он вряд ли слышал. Точнее, видел. Ну, все тогда. Мужик, давай. Сам отдыхай. Ты, надеюсь, коров не пользуешь? Путешествие начинается. Я подобрал топорик. Отлично. У меня есть первое орудие. Пойдемте на упыри, что ли, глянем. Где они? Где-то что в поле должны быть? Вот эти, что ли? Ха-ха-ха. Это что за секта? Привет, девчонки. Бабы. Ужас, не одобряю. Если ты пришел от этих скотов, передай ему, что мы не будем косить эту чертову пшеницу. Бабы, вы что здесь делаете? Нас, мужики, в поле отослали. А сами на печках сидят, работать не хотят, а мы тут спины рвем за все село. Не будем пшеницу убирать и не вернемся никуда. Пропади оно все пропадом. Реально, мужики переживают. Ну вы что, бабы? Ладно, я поговорю со старостой. Я не буду уж их калечить. Хотя они какие-то страшные. Мне кажется, они сами могут меня покалечить. Ладно, упыри я не вижу, так что пошел чуть дальше. И вот первое село. Как оно называется? Все-таки помолюсь на всякий случай. Что это? Там это... Кошка бежит? А ничего, что это собака, которая мяукает. А, нет, вон кошка пробежала. Нормально все. А вот и старосты деревни. На тебе доспехи. Не припомню тебя. С войны рада видеть здесь дружинников. Да, с южной границы с князем село ходили. Неужто? Думали, что сгинул он. Тут теперь всем заправляет все слав сын его. Ага. Я отбился от остальных. Бог тебя спас, не иначе. Тут буря была страшная. Давно такое не видели. Эковые дубы с корнем рвало. Вопрос к тебе есть, старосты. Чем же могу я помочь? Ты не видел его дружинников? Нет, тут богатыри редко хаживают. На юг за озеро крепость есть. Там вот князья Всеслава отряд стоит. Если вдруг басурмани налетят. Других не видел. Так, это понятно. 10 лет. Ха! Ха-ха-ха! Богатый тут же эти. Ладно, мы все-таки будем хоть как-то отыграть эту игру. Давай, какие вести? Ну, понятно. Пашим, сеем, квас пьем, урожай собираем. Офигенно жизнь удалась. А как в жменьках? Вести оттуда не было две недели. Как раз как только появились известные твари эти непонятные. Поговорят, что они того, кого того. Напали на жменьки. Да на крепость местную. Ты хайло, прикрой смерть. Не верю тебе, бесов они не напридумали. Ладно, я не буду все-таки. Давайте немножечко подобрей будем. Ладно, все, давай, староста, разберемся. За жменьки и двор стреляем в упор. Блин, я не хотел этого нажимать, но ладно. Князь новый. А где Владимир, Юрка? А, так померли. Ну, понятно. Ладно, староста. Пока. Пойду я. А, во, еще баб ваших видел местных. Хотел пощупать, но нельзя. Так они, да, на поле ушли пахать. Но вот обратно идти не хотят. Все, чтобы мы им помогали поле пахать. Да у нас други, у других по горло. Помогите им делать с концом, они же там погибнут. Ну ладно, поможем, передай им это. Ух ты, блин, ну какая тряпкая. Ладно, 21 век. Надо помогать всем. Все. Да ты да наел, староста, дай мне по уйти уже. Наш полк пропал несколько дней назад. Ушел на восток в лес и не вернулся. Не мог бы ты его поискать. А шо взамен? У-у-у, наше глубокое благородствие. Ну, ладно, поищу так и быть. Богатырь. Fight missing fist. Потрясающе. Песик. Сейчас я грибочек съем, мы с тобой поболтаем. Так вот, где здесь грибы? О-о-о, все. Песик, иди ко мне. Сейчас у нас диалог с тобой будет. Ну, я так понимаю, нужен мухомор. Нету мухоморчика. О, шо это? Фу, что такое? Я же говорить начал. Ну, славяне, конечно, здесь странные. Я их немножко себе по-другому представлял. Ладно, это, наверное, адаптация от Netflix. Шо это у нас кто? Монгол! Ты смотри-ка, а! Десять лет воевали с вами на границе. Они, когда и сюда пришли. Я живу тут много годов. Я друг, не враг, знаю местность. Ничего себе. Монгол. Я покажу тебе на бумагах гнездо-монстров. Отметь, чтобы ты побил их. Блин, ну ладно. Расскажи, что за интересные места. Да, я понял, что ты бумага. Ладно, все. Ты еще и убежал, ты еще и трус. Ну, понятно, Монгол уже. Все, мне пора. Не делай это с бусурманами говорить. О, это что за хрень? Что это за фекалия? Огромная, которая оставляет после себя фекалия. Не так я себе, конечно, врагов представлял. Правда, упыри какие-то. Резиновые. Жменьки. Так все, вон, жменьки уже рядом. Пошлите. Скоро уже будем дома. Все, пришли жменьки. Женщина, ты в курсе, что у тебя там гумункл ходит? Это пахарь. Храни тебя, Господь, защитник земли русской. Тут опасно. Вокруг могу упырить и улучшить. А кто охранять будет? Поля. Да ты хреново охраняешь, там уже вон резиновая штука. Ага. Ток учебников при доспехе грозный. Не мог бы ты их прогнать? Помогу тебе. Все, давай. Только вот этого вот гумункула. А вон еще и говорящий, ты смотри-ка. Ну, он говорит на языке силы. Что поделать? Надо еще бабы это вернуть с поля. Но сначала надо помолиться. Куда ты, гумункул, пошел? Куда ты идешь? Иди ко мне. Ой, так это жменьки. Подожди. Ах вы, гумункулы, клятые. Что вы сделали с моими жменьками? Вот уроды, а. Давай гумункул, атак его. А бабку они не трогают. Бабка уже старая, страшная. Неинтересно. А вот этот гумункул еще и фекалиями кидается. Ну, ты посмотри. А, я еще и мертв. Что-то я вообще не понимаю, что это сейчас было. Ладно, грибочками подхилимся. А у меня еще способности были с потрясающей озвучкой. Вот они открываются, я понял. Последнее это, видимо, свинья. А все монстры, кстати, мертвы, кроме этого фекальчика. Бабка. Баю-бай, засыпай на растопленной печке. Баю-бай, засыпай. Пусть твой сон длится вечно. Не очень в рифму. Старуха, что с тобой? Понятно, понятно. Слушай, давай послушаем. Разгрызут тебе живот, унесутся к себе в болото и глаза не открывая. Марфа, ты что ли? Черти. Пришли все, сожгли. Дитяток погрызли. Что вам надо? Уходите. Или это ты опять, Анка? Чем я могу помочь? Да, ведро на том берегу. Блин, столько квестов уже. Так, Гумунг, выйди сюда. Сейчас я тебе сам кину кое-чем. Отлично. У меня новый уровень. Осталось узнать, как здесь прокачиваться. Взять ведро. Я понял. А, я вообще в другое место пришел. А вон и поле. Надо отучиваться, так говорить. О, шо это? Мальчик. А ты белый какой-то. Перед вами маленький мальчик, который жует на сухарь. Шо ты тут делаешь? Живу я тут сухарьем. Ну, логично. А, далеко дома не отходить? Ну, ладно. Гумунглы придут и покажут тебе. Да, страшил. Мамка сказала, что они из леса пришли. Я от них убегаю и на печку... А, они на печку не лезут. Походят и уйдут. Я могу постараться найти твою маму. Спасибо, тядька. Я тут подожду на печке. Ну, понятно. Ну, да, как же еще? Мамка ее звали. Я скоро вернусь. Давай. Ладно, все, пора мне. Столько квестов набрал уже. Их должно быть 15. Мне кажется, их намного уже больше. Ладно, давайте хотя бы один квест выполним. А то что-то вообще не дело. Так. Колодец. Вы подошли к колодцу. Ау, есть кто там? Колодец не отвечает. Набрать воды. Все. Бабка, на. Да принес я тебе водички. Марфа. Ох, спасибо тебе. Старая, ты бредишь. Не Анка, я богатырюш. Не, ладно, расскажи, что тут происходит. Да ты ж Анка в лес ушла. А тут эти ерунды малыши погрозли. Все село побили. Всех погрозли. Анка, а ты где была? Да не Анка я. Ну и что с того? Все равно сожрут меня. Скоро всех сожрали. Меня сожрут. Ерунды. Что здесь тряслось? Да все, это Анка. Ушла в лес давно. Бросила мне тут одну. Ведь не приходит никогда. Пару раз приходила. Здесь есть кто живой? Погрозли всех. Даже детей погрозли. Ну понятно. Я не Анку. Уходите отсюда. Так, и я уже читал это. Помочь Сарой Леди. Один из 15 квестов выполнен. Его можно было выполнить, видимо, с 100 способами и развлечениями в диалоге. Ладно, надо еще этих женщин отправить домой. И нойки мы, пожалуй, завершим. А то я совсем перестану нормально говорить. Хватит, все. Фу. Ха, не убегает ужас. Это, конечно, очень странно. Я все-таки надеялся, что здесь будет больше, так сказать, что-то фольклорного. Здесь какие-то кумунклы бродят. Олег, доброго дня, богатырь. А что это, не нравитесь? И вам. Я из жменик только вернулся с войны. Это что получается? Ты из дружины старого князя Всеволода? Вы вернулись из похода? Ага. Буквально за последние несколько дней все поменялось. Кстати, у вас опечатка. Здесь творится страшная вещь и путник. Тьма спустилась на эту землю. Прощай. А вы кого? Все верно, мы из дружины. А шо? Все слова любят люди. Его выбрали буйяре. В этом есть смысл. Ладно, на то мы порешили. Почему вы тут оказались? В нашу крепость, где мы окопались вместе с нашим новым воеводой, по приказу князя Всеволода, захватили какие-то страшные создания. Они напали ночью, застали нас врасплох. Нам пришлось бежать, всех остальных перебили. Теперь мы здесь. Все наше оружие осталось в крепости. Сами отбить мы их не можем. Конечно, помогу. Удачи. А, помочь это значит сам. Ну, понятно. Пошли вы в шопу, ребята. А ты мне что, еще что-то скажешь? Старик, я тебе не старик. Понял, да? Молодежь. Так, дайте мне, пожалуйста, крест. И я сохранюсь. Вот я и нашел крест, помолился за вас, за себя, отмолил грехи. И, пожалуй, на этом мы будем завершать наше видео и перейдем уже к мнению в игре. Ну, шо, сквозати. В принципе, игра дает славянским духом, богатырским. Но, конечно, гумункулы и какие-то вот эти непонятные женщины и другие какие-то графические непонятные артефакты немножко портят атмосферу. Но в целом игра выглядит прикольно, хоть и коряво. Сюжет, ну, типа это пришли страшные твари, тьма, все дела. Ну, есть что-то славянское, в принципе, интересно. И здесь обещают как минимум 15 квестов, и все они будут необычные, то есть там есть ответвление в диалогах. Но с бабкой и ведром, к сожалению, этого нам не показали. Хотя мы могли ее и послать нахер в самом начале, что мы, конечно же, не сделали. Потому что мы богатырушка. Вот, игра мне понравилась. Здесь игра стоит недорого. В принципе, если вы фанат вот таких славянских РПГ и скучаете по старому доброму князю, то это, конечно же, не он, с князем ничто не сравнится. Но можете скоротать вечерок другой. Так что, спасибо вам за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok